Образование не должно быть услугой. Это не услуга. Образование – это обязанность. Обязанность государства, в котором мы живем. Потому что... Почему мне объяснять почему? Потому что... И политика государства сейчас, не пойми какая, идеологии у государства сейчас нет. Они выбрали единственную идеологию для школьного образования, что ребенок всегда прав. Слав! Добрый день, дорогие друзья, дорогие подписчики. Сегодня мы с вами хотим поговорить о нашей излюбленной теме, о российском образовании. Вернее, даже о том, о его качестве, о его качественной составляющей, о том, каким оно становится с каждым годом, улучшается или ухудшается. И, собственно говоря, почему... Мы хотим разобраться, почему это так происходит. Вы знаете, то есть ему же должна быть причина, откуда растут ноги. И есть ли возможность это каким-то образом исправить. Мы хотим поделиться с вами мнением о том, что, собственно говоря, происходит, и по каким причинам это происходит. Пусть это мнение кому-то покажется, может быть, неправильным. Мы не претендуем на... Единственную верную истину. Да, в первоисточнике. И, тем не менее, это мнение людей, которые имеют к образованию все-таки непосредственное отношение, которые, скажем так, прошли несколько эпох образования, да, когда повидали советское образование, повидали раннее российское образование, и столкнулись с эпохой ЕГЭ и того, что происходит сейчас, куда мы, собственно говоря, неуклонно катимся. И, знаете, мы сегодня хотим с вами поговорить, и очень будет интересно услышать ваше мнение, прочитать его, соответственно, в комментариях. Хотим поговорить вот на такую тему. А почему, собственно говоря, в наше время не приживается, да, практически не то, что не приживается, а оно изжилось уже, вот то, что принято называть советским образованием? Да, на мой взгляд, все на самом деле просто. Первая причина кроется в том, что, если мы берем для примера, для рассмотрения советскую школу, советское образование, то там школа образования ребенка, образование будущих граждан Советского Союза стояла в приоритете у государства, у партии. Ну, другими словами, идеология, которая закладывалась государством, она закладывалась в детских садах и школах. И эта идеология была того, что мы все едины, о том, что мы живем в многоциональной стране, в Советском Союзе, о том, что независимо от того, кто ты там украинец, русский, белорус, казах, эстонец и так далее, у тебя одинаковые права, у тебя одинаковые свободы. Вкратце смысл в том, что руководство страны было заинтересовано в этом образовании, воспитании, да, и ставило это одной из своих задач. При этом, при всем, я еще даже что хочу сказать, что и общество, собственно говоря, было также по той же самой идеологии, да, то есть ребенок пребывал, вот он находился в определенной вот этой вот среде. В школе ему говорили об одном и том же, уча разной дисциплины, да, вот это вот красной нитью проходила идеология. Идеологическая составляющая, да. Вот он приходил домой, дома практически то же самое было, та же самая идеологическая составляющая, да. Он выходил из школы и шел дальше, там тоже была идеологическая составляющая. И в принципе, как говорится, от рождения до старости человек пребывал в определенной социальной структуре, где все было подчинено вот этой вот идеологии. Мы сейчас не говорим о том, что идеология Советского Союза – это хорошо или это плохо, мы это вообще не обсуждаем. Мы просто как факт говорим то, что она была. Она была, и эта красная нитью проходила через воспитание детей. Причем, знаете, вот как вот хочется вот просто вот примеры даже привести, чтобы тому поколению, которое, может быть, вот сейчас смотрит, да, и они не понимают дети, они не знают нашего советского образования, воспитания, да, чтобы они понимали, о чем идет речь. Например, если учащийся в школе вдруг, не дай бог, закурил где-нибудь за годом школы сигареты, и это увидел учитель, то даже не учитель, а просто вот там, не знаю, прохожий, проходящий мимо, любой прохожий, он мог, как говорится, взять за ухо и сказать, ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты где находишься? Ты находишься на территории школы. Как тебе вообще не стыдно это делать? Немного сейчас же бросил. И ребенок, он знал точно, что он не побежит жаловаться ни родителям, ни в школу учителя. Почему? Потому что его не поддержат. Да, потому что в обществе существует определенная идеология, и любой гражданин из этого общества был в ответе за любого гражданина. Но во всяком случае, любой взрослый, неважно, это твой сын или не твой, твоя дочь или не твоя, он был ответственен за младшее подрастающее поколение, за детей. Что как бы произошло дальше? Да, вот мы как бы просто анализ такой. Я сейчас еще хочу сделать ремарку о том, почему статус учителя был другой, почему мы не могли позволить себе на уроке с учителем как-то дерзко разговаривать, почему отношения и уважения к учителю было гораздо больше, чем сейчас. Потому что учитель был представителем государственных органов. Как посредник между... Выполнял он государственную, по сути, задачу. И поэтому, не дай бог, он перейти дорогу этому учителю, да, со своим там малолетним товарищем, который решил покурить за школой. Вы идете против партии, против государства, вы идете против той идеологии, которая... Существует в обществе. Существует в обществе, да, воспитывается в обществе. Поэтому статус учителя был совсем другой. Учитель его уважали. Он был посредником между партией, партией, государством и подрастающим поколением, собственно говоря. То есть он был таким... Он был не только учителем-предметником, он был учителем по жизни. Он был учителем по жизни. Одним словом, еще раз кратко, государство было, партия в данном случае была, в нем заинтересована как в человеке, как в педагоге. Что произошло дальше, да? Дальше произошел развал Советского Союза, лихие девяностые. Да, подевалась куда-то идеология, пришел на смену, пришел капиталистический строй, необходимость зарабатывать, необходимость выживать в этом мире, необходимость как-то с этим миром общаться. Если Советский Союз был закрыт, то сейчас границы открылись, и нам пришлось со всеми общаться. Соответственно, разговаривать на том языке, на языке денег, на котором говорит весь остальной мир. И вот здесь начинало происходить... И здесь произошло то, что, собственно говоря, мы пожинаем по сей день. Смотрите, произошла такая двойственность. С одной стороны, государство, понимая о том, что все-таки будущность надо как-то взять под свой контроль и вести, да? Что будущее, то есть наши дети, они все-таки как-то должны придерживаться каких-то убеждений, которые несет в себе государственность, да? Они школу оставляют как государственную... Ну, в каком образе? Образование, да. Как бесплатное образование, доступное для всех. Да, как бесплатное, доступное для всех образование. Вот. С другой стороны, с другой стороны, так как это капиталистический мир... Идеологическая составляющая утеряна в данном случае. Школу переводят в разряд услуги. То есть образование переводится в разряд услуг. И сейчас школы, лицеи, колледжи, высшие учебные заведения, они оказывают... Образовательную услугу. Образовательную услугу. Вы когда приходите в школу, ваш ребенок приходит в школу, вы подписываете с ней договор на выполнение образовательной услуги. Что это, по большому счету, означает? Вот если так вот разобраться, да. Если брать, например, именно по бумажкам, так скажем, по чиновничьим, да, то получается, что с одной стороны, как бы, школа, она государственная. Потому что все программы спускает государство. Платит зарплату учителям из бюджета государства. То есть государство, как бы, совсем школу из своих рук не выпустило. Но, так как это все-таки сфера услуг, а сфера услуг подразумевает клиента, то клиент, в данном случае, считается родителем. Который эту услугу образовательную получает. Получает, да. Но, смотрите, какая интересная штука. Клиент за эту образовательную услугу не платит. Не платит. А, по идее, платить должен. Ну, он платит из налогов, по сути, получается. Я про другое хочу сказать. Так как это сфера услуг, да, и так как любая сфера услуг подразумевает все-таки отношения финансовые, финансовые, да, поэтому государство поступило в этом смысле очень, так скажем, умно. Именно с капиталистической точки зрения. То есть, если вы, товарищи родители, в данном случае являетесь клиентами и заключаете договор между школой, мы, как государство, оплачиваем работу учителя. А вы, пожалуйста, помогайте государству. Вы, пожалуйста, там создавайте свои попечительские родительские советы, сдавайте туда денежки и помогайте этой школе просто существовать материально. Вот и все. Ну, только вслух об этом никто не говорит. На самом деле этого на бумаге-то не происходит. А на бумаге этого не происходит. На бумаге во всех СМИ, на всех собраниях и совещаниях говорится о том, что директора школ, учителя не имеют право требовать от родителей денег. Как бы это, ну, с одной стороны, да, это незаконно. Но при этом, при всем... Ну, при том, что, потому что государство платит зарплату и какие-то средства выделяет на содержание школ. Ну, какие-то очень маленькие средства. Да, весьма небольшие. Большие, да, это абсолютно точно, это я вам говорю, как бывший директор школы. Вот. Могла бы привести кучу примеров, но сейчас не об этом речь. Я говорю о том, что они поступили очень, как бы так, хитро. То есть давайте создавать попечительские советы, давайте создавать в школах родительские комитеты. И через эти попечительские советы, да, ну, так скажем, найти способы для того, чтобы содержать школу в той или иной степени. И получается, что школа с одной стороны государственная, с другой стороны родительская, понимаете? А учителя между ними, как между молотом и наковальней, потому что они должны выполнить услугу родителей. И родители, подписывая договоры, они, как бы, понимают, они читают, да, эти договора, и они, как бы, учителю могут предъявить ай-яй-яй, в случае чего, да. То они не так разговаривают с моим сыночком или с моей дочкой, то они не по той программе идут, то они слишком, там, крикливые, то они слишком молчаливые. То есть претензий к учителя на самом деле много. А учителя, так как они исполнители, да, клиент всегда прав, да, они, может быть, бы и рады каким-то образом, ну, отстоять свою честь и достоинство, но они этого сделать не могут. Почему? А потому что зарплату платит государство, а государство, что хочет, то и воротит. И политика государства сейчас, не пойми какая, идеологии у государства сейчас нет. Они выбрали единственную идеологию для школьного образования, что ребенок всегда прав. И от того, что у нас ребенок всегда прав, этот ребенок, что хочет сейчас в школе, то и творит. И родители, зная и понимая этого, это всегда начинают по большей степени поддерживать своего дитятку. И в меньшей степени учителя. Вот такая вот, к сожалению... А учитель, с другой стороны, я вот тоже хочу сказать, да, здесь мы немножко поднаехали на родителей, да, которые не следят за своими детьми. Они или считают, что школа их должна воспитывать, но при этом должна воспитывать их так, чтобы ни в коем случае не обидеть, покупки не дать, там и так далее, и так далее. Ай-яй-яй не сказать. Да. А с другой стороны, у нас есть учителя, которые, если раньше учитель был воспитан системой, то теперь он воспитан извлечением прибыли. И у учителя зачастую стоит задача именно извлечь прибыль, получить свою зарплату. У него не стоит задача там какую-то продвинуть образовательную, воспитательную, вернее, какую-то идею, да, которая поддержит государственность. У него есть задача отработать свои часы. Получить деньги. Выполнить свою услугу, которую он должен выполнить, да, по договору. Он выполнил услугу, он получил деньги. Все. То есть, ребята, вся проблема в том, что школа перешла на товарно-денежные отношения. Вернее, с одной стороны, мы пытаемся делать вид, что школа это социальный институт, который поддерживается государством. Но он поддерживается государством чисто номинально, чисто бабками и не более того. А все остальное это товарно-денежные отношения между родителями и, вернее, да, и школой. И пусть этих денег впрямую как бы нет, да, что вот мы там не приходим в школу, не платим за образование. Но смысл все равно сохраняется. Вот именно взаимоотношения клиента и исполнителя. Это вот как я пришел в парикмахерскую, меня подстригите, я плачу вам бабки, я вам заплатил, вы меня подстригите, пожалуйста, да. Даже если за меня заплатила тетя Таня, подстригите меня, меня подстригли хроново, я буду ругаться с этим парикмахером, потому что он меня подстриг плохо. Тетя Таня же заплатила, да. Я, тетя Таня, свои налоги плачу, все. И поэтому статус школы, статус учителя с каждым годом все ниже, ниже и ниже. Идеология, идеологическая составляющая ушла, все. Остался только капитал. В этом году наш президент, он дал указ о том, чтобы возобновить в школах воспитательную работу. Где идеология служит, такая красная нить, это патриотизм и любовь к родине. И это, безусловно, хорошо. Это надо. Я тут, как говорится, вот знаете, двумя руками за. Но пока государство целиком и полностью не перестроит идеологию всего общества и не возьмет школу под свое крыло. Не школу, а образование. Образование, да. Полностью. Полностью все образование. От детского сада до вуза. По сути, образование не должно быть услугой. Это не услуга. Образование – это обязанность. Обязанность государства, в котором мы живем. Потому что... Почему мне объяснять почему? Потому что. Это так и все, и должно быть, да. Мы обязаны воспитывать своих будущих граждан. Поэтому тут не вопрос услуги, это вопрос государственной политики. Берем под крыло школу полностью. Мы не изыскиваем каких-то материальных средств. Школа вообще не должна заботиться о том, как себя содержать. Ведь сейчас школа находится на самообеспечении. Вот я сейчас хотела, смотрите, вот эту вот штуку и проговорить. То есть, по сути, школе дали, вот вам помещение. Вот здесь учите и воспитывайте там своих будущих. Мы вам платим деньги. Мы вам платим бабки. Как у вас это помещение, из чего оно состоит. Ну, если у нас там идет, что-то там останется, мы вам дадим маленько. Сколько останется? Краски белые. Пять банок. На всю школу. На целый год. Вот смотрите, я о чем сейчас хочу проговорить. Тут даже речь не о краске. Тут даже речь не о выживании. Не именно вот как школы там в качестве там ремонта. Хотя это, безусловно, очень важно. Если мы говорим об идеологии, вот сейчас все больше и больше общественность начинает просыпаться и начинает видеть, в какую сторону двигается, собственно говоря, образовательный процесс. Он двигается в сторону цифры. Цифрализация. И очень многие... Я бы даже сказал, он катится в сторону цифры. Катится, да. Вот так вот. И очень многие знают и понимают, что это, вот такое образование, оно наших детей приведет к... Оно губительное для страны и для детей, по сути. Да, да. Мы уже не один раз и во многих видео говорили об цифровом образовании, о дистанционном образовании. И также о господине Грефе, который вместе со своим Сбербанком разработал целую, так скажем, образовательную программу, которая должна у него осуществиться к 32-му или 34-му. Сейчас вот точно не помню году. Но это, в принципе, не важно. Так вот. Собственно говоря, откуда берутся-то эти Грефы? Почему? Вот у всех вопрос, да. Но почему так? С одной стороны, президент говорит о воспитательном процессе. С одной стороны, президент говорит о том, что никто не заменит учителя в школе. Ни одна цифровая платформа. А с другой стороны, появляются такие, как Греф со своим Сбербанком, да. И он лавирует просто. Он как танк прет свою образовательную систему, в которой искусственный интеллект, цифровые платформы и так далее и тому подобное. Так вот. Почему такое возможно? Почему такое возможно? Вот как раз-таки именно о том, о чем мы говорили ранее. Потому что школа в мире капитала живет. Школа живет в мире капитала. Школе нужен капитал. Находится некая школа, в которой устаревшее оборудование, у которой устаревший компьютерный класс. И вообще материальная база, так скажем, оставляет желать лучшего. И вот приходит в эту школу товарищ Греф, грубо говоря, да, или его представитель, говорит, слушайте, давайте мы вам сделаем ремонт во всех классах. Спортзал. Повесим там проекторы, новые компьютеры, наутбуки, оборудование, доски все поменяем, новейшую технику поставим, сделаем несколько компьютерных классов. Мечта директора. Мечта директора, да. Вот, мы вам это все сделаем, но с одним условием. Нашу программу, то, о которой мы с вами говорили, цифрализация и искусственный интеллект, да, вы будете активно поддерживать. И я вас уверяю. Никуда не денутся. Я вас уверяю. Если это, ладно, если это будет там один на один, например, с директором, но обычно такие вопросы один на один с директором не решаются. Обычно они решаются вместе с родительским комитетом или с общим родительским саморологическим коллективом. И когда люди, которые устали уже писать мелом на доске, которая уже и не пишется, да, вот на этой доске, или устали жить... Сдавать на шторки постоянно, сдавать на краски, на ремонт и так далее, и так далее. Они согласятся. Они согласятся. Я вас уверяю. И вот такие, как Греф, они находят вот такие вот лазейки, да, и они лоббируют свои программы таким образом. Вот и всё. Делаем выводы, что пока существует вот эта система, пока существует двоякость государства и родители, между ними учителя, да, пока государство полностью не возьмёт под свой контроль образование от детского сада до вуза. Причём не просто под контроль. Это даже не контроль там должен быть. Контролируют, а не контролируют. А именно под опеку. То есть не просто платить зарплату учителям, а полностью содержать и... Как это было... Все помещения. Как это было в советское время. То есть полностью всё то, что необходимо для образовательного процесса своих собственных граждан, должно взять на себя государство. Пока государство не начнёт идеологию всего общества. То есть не поставит перед собой задачу воспитания граждан своих как одну из основных задач. Вот этот бардак, он будет усиливаться, статус учителя будет всё более-более занижен, а качество образования России, к сожалению, не будет. И в конечном итоге с таким успехом мы очень чётко и целенаправленно двигаемся к цифровой, дистанционной, ну и даже если не дистанционной, но цифровой точно системе образования. К дешёвой и некачественной. Да, и некачественной. Ваше мнение по этому поводу, согласны вы с нами или нет? Если нет, то в чём? Товарищи из государства, вы думаете крепко о том, всё-таки что воспитание, это не услуга. Воспитание это задача. Государство. Это обязанность, это долг. Государство. Хотите, чтобы у вас было крепкое государство? Воспитывайте своих будущих граждан. И не позволяйте в этот процесс входить левым людям, у которых идеология совершенно другая, отличная от государственной. Всё, друзья. Надеемся всё-таки, что наши слова дойдут не только до ушей простых наших слушателей, таких как мы, а всё-таки куда-то повыше. И, может быть, даже копеечки, вот эти жетончики проникнут в голову и что-то начнёт в этом мире, в нашем государстве меняться. Так что всем счастливо. Родителям и учителям терпения, здоровья. И уважения к друг к дружке. И уважения к друг к другу в этом учебном году. О государстве мудрости. Пока. Всех благ.